а сейчас я слышал появились электроды 6 миллиметров диаметром а если сравнить с троечкой так это вообще то мне даже пришлось прикрутить сюда 300 амперный держак понимаете 22 миллиметра за один проход даже можно разделки заливать невероятно здравствуйте наши дорогие зрители тут произошла такая история в общем мне предложила одна компания не буду назвать ее название трехфазный инверт инверторный аппарат промышленного типа он там по 4 400 ампер у него максимально он выдает если я не ошибаюсь да ну три фазы сами понимаете я что-то подумал думаю чем же это как же поварить чтобы понять насколько это моща сколько там мощей хватает думаю надо побольше электрод но пятерку все мы знаем электроды а сейчас я слышал появились электроды 6 миллиметров диаметром я стал искать в интернете что за там какие-то левые сайты я у нас группа в телеграме и кстати если ребята вы не подписаны обязательно переходите подписывайтесь у нас там весело у нас разом 2 больше 2000 одни сварные одни сварные там сварь сварочные истории все дела подписывайтесь обязательно я там кидаю клич в группу ребята где шестерку электроды купить и они мне ссылок по накидали вот я прикупил упаковку электродов 6 миллиметров диаметром вы представляете ребят невероятно я вот четвертый десяток уже работаю сварным шестерка электродом ни разу жизни не сваривал пятерка попадалась пятерка это ну один раз я сваривал пятерка реально пробье работал это я работал в порту морской порт не буду называть город вот и там у нас мы строили причал там новый причал и там шпунты и сами понимаете металл толстяще нам привезли такой аппарат тысячник на 4 поста и пятерку электроды ну там шпунтина закладные такие прутки толстющие там тридцатка по моему вот и надо было закладывать вот так в эти прутки из двух сторон проваривать ну и чтоб побыстрее пятерка электрод балластники аж красные вот а шестерка ни разу не попадалось и вот у меня передо мной лежит упаковка электроды 6 миллиметров диаметра кстати ребят мы сейчас поварим ими настроимся у меня вот 250 амперный аппарат надеюсь он увидит здесь сейчас мы наведемся вам поближе здесь написаны рекомендуемое значение сварочного тока ты здесь значит для всех диаметра указаны рекомендуемые токи ну для нижнего вертикального и потолочного положения кроме шестерки максимально 5 миллиметров диаметра вот для нижнего положения для пятерки 180 тире 260 ампер понимаете значит шестерка это от 200 ампер и выше надеюсь 250 ампер мне хватит за шестерку электрод так ну что подходите поближе посмотрим на упаковку это же интересно так ну давайте ребятки посмотрим видите какой дрын дрын я бы сказал это не электрод а дрын вот можете сравнить ребята четверочка вот рядом четверочка лежит видите вот а если сравнить с троечкой так это вообще слон и моська также слон и моська видите ребят сравните торцы и вот ребята мне даже пришлось прикрутить сюда 300 амперный держак вот смотрите видите в 300 ампер электрод заходит у меня здесь стоял вот этот 200 амперный держачок он сюда даже бесполезно либо обточить я думаю чего уж тут шестерка электрод на оставить держак как надо и видите в 300 амперном он как у себя дома ну что ребята даже не знаю что мы будем сейчас сваривать чуть-чуть я подберу конечно потолще я возьму металлы это электроды явно не про фишки варить да но я думаю какое назначение у этих электродов это чтобы быстро наложить много металла я так думаю их использовать самое то ну для наплавки потому что шестерка пруток будет оставлять после себя довольно широкий валик что и надо когда используется наплавочный электрод да вот такое мое мнение еще ребята я вам хочу сказать там же где я покупал вот эти электроды шестерочку есть это вот этот электрод рутиловое покрытие то она 21 там есть еще основное покрытие тоже 6 миллиметров диаметр они 1355 если вам это интересно вы пишите в комментариях я куплю их мы сделаем еще видео поварим еще основным покрытием шестерка электродов это тоже я думаю будет интересно а сейчас все настраиваемся ребятушки шестерочку электрод настраиваем и варим погнали так ну погнали варим ребятки значит смотрите видите у меня такое ощущение что это не электрода какой-то какая-то палка такая толстая да видите ну варить я хочу сказать очень стабильно очень все хорошо 240 ампер и здесь выставил дальше я накручу на всю потому что для шестерки электрода 250 ампер самое то я уже если честно побаиваюсь что возьму электроды они 1355 будет им маловато току потому что на основное покрытие как правило току надо ставить побольше немного чем на рутиловое ну надеюсь поварим как-нибудь конечно тут бы ну в некоторых местах мне даже ну как бы хотелось еще под накрутить току но больше не было вот 250 тут бы трехфазный аппарат ампер бы 300 внутри 100 конечно думаю много где-то 270 если поставить будет самое то одно хочу ребята сказать не пытайтесь только повторять это дома никакая бытовая проводка этого не выдержит вот сейчас у меня выбьет автомат видите все выбило автомат 25 амперный автомат стоял я его мне пришлось его срочно менять на 32 амперный ну вот так вполне нормально да вот здесь угадайте что вот это за пруточек это вот как раз за шестерка электрод я бил обмазку и привариваю его у меня здесь металл с небольшой разделочка я думаю ну разделку заливать сложновато думаю надо уменьшить эту разделку вот я решил этот электрод приварить видите а троечкой привариваю шестерку пруток электрод вот у меня после первого моего прохода я понял что можно делать вот такие вещи сейчас мы это проверим можно или нет я думаю все пройдет у нас нормально вот видите и вот я беру шестерку электрод и пытаюсь залить вот эту вот разделку и я вам хочу сказать ребята что он заливает очень хорошо недаром он знаете такие диаметры берут для наплавки он наплавляет ну просто как класс смотрите какая там яма и он это все заваривает ничего там не зашлаковывается все ровно вот здесь мне конечно хотелось току побольше накрутитесь толстый металл току можно ставить побольше ничего страшного не будет и так все нормально 250 ампер тоже вполне все нормально отрабатывать все класс так сейчас мы будем заканчивать и я уже надумал еще кое-какую авантюру сейчас попробуем попробуем да ну я уже подумал было не было думаю где наша не пропадала да вот у меня давно лежала десяточка с раздел очка этом корешок прошел 26 диаметром прошел только корешок там заварен тоненько и вот думаю залью не залью залью не залью и как можете видеть без проблем даже такую разделку этот электрод заливает с одного прохода это удивительно удивительно сейчас даже я как вы услышите мой восторженный возглас я офигел просто вот видите класс сейчас немножечко шлачок обобьем потом все это рассмотрим поближе наш четкий такой результат ребята ну как вам сварочка это невероятно я даже не ожидал такого результата эти электроды спокойно можно использовать не только для наплавки даже можно разделки заливать невероятно ну подходите поближе рассмотрим так ребят но вот смотрите видите ширина шва это просто валик я по металлу металл пятнашка вот давайте померяем ширину шва какой оставляет после себя я вижу 22 миллиметра понимаете 22 миллиметра за один проход это школ круто для наплавки да круто и шовчик посмотрите какой плотный ровный чешуйка к чешуечке но она 21 всегда мне нравились марка хороший электродов вот здесь ребята у меня была разделка я думаю ну разделку вряд ли я залью потому что сами знаете электродом в разделку заливать сложновато я заложил вот этот же электрод шестерку я его обил обмазку видите заложил троечкой пробежался у меня там осталась такая вот ну вот я здесь видно канал очка да и вот ее спокойно давайте обобьем видите спокойная шестерка электродом перекрыл эту каналу тоже здесь у меня ну где-то 18 ширина шва получилось я решил решил думаю ребята у меня есть еще один еще одна разделочка здесь я уже ничего не вкладывал просто залил разделку вот здесь у меня металл сейчас вам скажу какой металл у меня это десятка металл десятка металл там был проварить только корешочек тоненько понимаете вот значит глубина где-то 8 миллиметров было и я ее спокойно залил вот этим шестерка электродом невероятно пойти можно даже разделку заливать спокойно спокойно этим электродом круто же но видите ребят как хорошо когда ты ведешь свой youtube канал да так бы я если бы у меня не было своего канала я бы и не знал бы может быть я и знал бы что существует такие шестерки электрод вы я бы вряд ли их когда-то где-то попробовал вот тут раз видите я уже знание у меня добавилось это же интересно это же круто это вообще невероятно чем пишите комментарии мне мне уже самому охота купить вот эти у они 1355 шестерочка диаметром да и ими прям посверкать это будет очень интересно правда я хочу сказать для основного покрытия как правило только надо побольше чтобы он горел вот это я сваривал я там ну пробовал перед перед съемками сколько тока на электродка сначала поставил 220 ампер он плохо очень горел потом добавил 230 потом 240 240 уже горел стабильно думаю что 240 250 на всю его раз и вообще идеально горит электрод как надо круто же круто класс ребятки электроды супер одобряю четко не буду говорить где покупал потому что это не реклама ребята просто я купил за свои деньги электроды спал вполне годные есть у вас есть хорошая проводка есть аппарат на 250 ампер их можно брать смело и на плавку заполнять разделки без проблем да даже не для наплавки вот вам надо там ну где-нибудь вам может понадобиться положить пошире шовчик да вот берем спокойно что времени терять один электрод спали у вас полметра шва шириной 22 миллиметра круто же круто все ребятки оставляйте комментарии пишите интересного будет видео про один 1355 6 миллиметров посмотреть если интересно пишите в комментариях и вообще что вы думаете об этом видео понравилось оно вам не ставьте лайки и дизлайки подписывайтесь на все наши соцсети на телеграм-канал обязательно подпишитесь ребят я развиваю свой канал стараюсь там все делать чтобы там все было ровно у нас там админа работают такие нормальные адекватные нет никакого там бардака у нас причем телеграм-канале из три раздела есть раздел лудиль на где можно просто на любые темы ну не тоже там на любые там ну просто пообщаться поговорить в выходные дни там можно на любые темы есть раздел вопрос-ответ есть раздел барахолка где можно что-то купить продать что-то там спросить может у ребят у кого-то есть то что нужно вам в общем ребятки подписывайтесь наш телегу все всех вас любим обнимаем пока увидимся в следующих роликах пока и